В пробке на въезде в Челны сегодня застрял министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Фарид Ханифов приехал в город после волны критики по поводу ремонта моста через Каму, из-за которого автолюбители часами стоят в заторах. О проблеме ранее рассказывали и мы в программе Челны 24. Как отметил чиновник, лично посмотрев на ситуацию нареканий со стороны населения, и замечания от руководства Татарстана вполне справедливы. Сам специально проехался за рулем до плотины со стороны Казани. Посидел я в пробке более 30 минут. Автолюбители стоят в пробках перед мостом гораздо дольше. Пик загруженности дороги через плотину с 7 до 9 утра. Но по мнению министра транспорта и дорожного хозяйства республики, движение тут организовано правильно. Однако ошибки в планировании все же были. Подготовительная работа для ремонта швов моста можно было проводить и не перекрывая движение полностью. Мы сегодня договорились, что впредь следующие швы или такие ремонтные работы мы будем проводить в стадии подготовительных работ с открытием движения в часы пик. Это утром на 2-3 часа и вечером на 2-3 часа. Работы на мосту стартовали в минувшую субботу 28 августа. Сейчас специалисты завершают ремонт деформационного шва. Он был в аварийном состоянии. На данном сооружении проверяющие были 10 месяцев назад, 2 ноября прошлого года. Шов был в отвратительном состоянии, он был сломан. Дальнейшая его эксплуатация могла привести к очень нехорошим последствиям. После нашего осмотра в составе заказчиков и проектировщиков было принято решение хотя бы частично его прикрыть листом сверху. Но лист не простоял и 12 часов. Пришлось менять деформационный шов полностью. По словам строителей, работа проводится в рекордно короткие сроки. Так, на реставрацию по стандартным меркам без круглосуточной работы отводится около 3 недель. А в Челнах это делают в 3 раза быстрее. Без перекрытия полностью у дороги у нас бы работы не произвелись. Так как у нас шов идет 8 метров на всю площадь дороги. В чем сложность вообще этих всех работ? То есть нам надо было собрать опаловку. Работы производились под мостом. Основные работы. На высоте 25 метров. Далее сверху в шов залили смесь, которая набирает прочность 3 дня. И способна выдержать вес в 40 тонн. Для сравнения, если бы залили бетон, он застывал бы 28 суток. Ждать столько времени нет. Дорога острая необходима. Плотина была построена в 1973 году. Тогда предполагалось, что пропускная способность дорожного полотна будет составлять около 15 тысяч машин в сутки. Но на сегодня здесь курсируют более 30 тысяч легковых и грузовых автомобилей. Планируется, что работу завершат в пятницу. А в субботу, 4 сентября, в 7 часов утра проезжая часть будет открыта. Дорожники просят отнести с пониманием к временным неудобствам.